У меня, как у всякого отца, были, естественно, тоже мечты насчет своего сына. После армии я хотел найти ему хорошую работу, женить, увидеть его свадьбу, радоваться внукам. Азизов Бейали – отец трагически погибшего солдата азербайджанской армии Эльхан Азизова. В последние 7 лет Бейали стал символом азербайджанского отца-солдата, который борется за права своего погибшего сына. Солдатом он был примерным, получил звание сержанта, со всеми сослуживцами поддерживал дружеские отношения. Последний раз я его видел в августе 2009 года, когда он приехал на отпуск домой. Был очень бодрый и позитивный, ни на что не жаловался. Он вообще не любил жаловаться. И вдруг мы узнаем, что случилось такое. По официальным данным, трагедия произошла 28 января 2010 года, когда Эльхан вместе с другим сослуживцем вырвались в комнату командира дивизиона и открыли огонь из автоматического оружия по присутствующим на тот момент в комнате командирам, после чего застрелили друг друга. В результате, кроме виновников происшествия, погибли еще четверо военнослужащих, включая командира части и начальника штаба. Двое получили ранения. Бейали Азизов недоволен результатами следствия. Нам сказали, что он якобы вместе с другим сослуживцем откуда-то раздобыл оружие и расстрелял четырех военнослужащих командного состава своей военной части, после чего застрелился и сам. Но я провел свое собственное расследование и пришел к выводу, что все было иначе. Однако ни следствия, ни суд не ответили ни на один из поставленных мной вопросов. Проходит уже седьмой год с дешкесанских событий, вследствие которых я потерял сына. До сих пор не могу забыть происшедшее. Додумай, это и невозможно. Ему было всего 20 лет, когда он умер. И бойцов, погибших в небоевых условиях, как Эль-Хан, тысячи. Такие невыясненные потери были как во время экс-министра обороны Сафара Абеева, так и при нынешнем министре Закире Гасанове. Хочу добавить, что следствие в попытках связать случившееся с личными качествами Эль-Хана связалось с его друзьями и учителями. Хотели узнать, принимал ли он алкоголь, наркотические вещества или был ли связан с какими-либо религиозными или иными группировками. Но ничего такого выяснить не смогли. У меня остаются документы, подтверждающие это. После этих событий я с другим отцом, потерявшим так же, как и я сына в армии, ныне покойным Этибаром Кулиевым, учредили объединение по оказанию юридической помощи родителям, потерявшим детей во время режима прекращения огня. Всячески старались зарегистрировать нашу организацию в Министерстве юстиции Азербайджана, но так и не смогли сделать это. В неформальных беседах нам предлагали с поддержки каких-то депутатов с условием лояльности к власти зарегистрировать наше объединение. Но я отказался от этого предложения. Потом начали запугивать, мол, прекращай эти дела, а то худо будет. Я отвечал, что мне бояться нечего. Целью нашего объединения было способствовать уменьшению вне боевых потерь во время режима прекращения огня. Хотя отсутствие регистрации и не позволяет нам полноценно функционировать, все же мы стараемся объединяться с другими родителями, потерявшими сыновей в армии. Некоторые сами проявляют инициативу и находят нас. А бывает и так, что человек потерял единственного ребенка, но боится открыть рот и требовать свои права. Я не могу понять, чего еще можно бояться после этого. Такой хороший парень был и ребенком был послушным. Даже когда были какие-то проблемы, говорил мама, все будет хорошо. Друзья его так любили, так были им довольны все. Такой мягкий, общительный, веселый. Вдруг такое? Шепотом и невдоумении добавляет Шаугия Азезова, мать Эльхана. Тетя Эльхана, пакиза Исламова, не может сдержать слез. Говорить о нем мне очень трудно. Он был очень хорошим парнем. Вы знаете, каким общительным был? Родственников так любил, навещал всегда. Такой шутник, душа всякой компании. На дворе словесный бой, Мейхану устраивал. Все шутили, веселились. Ну как же так? Мне так трудно смириться с этой потерей. Не покажи Бог никому такой беды. Мейхану устраивал.